Когда молод в душе, глаза горят, улыбка светится, радостью и какая разница, сколько лет записано в паспорте, сказал когда-то классик. По этому принципу живет Мария Степановна Чмырова из агрогородка Полыковича Могилевского района. Ей 92 года и даже в таком возрасте баба Маня, так ее зовут все родные и знакомые, готовится к очередному республиканскому фестивалю в Александрии, на который приезжает каждый год. Она с удовольствием делится со всеми умением работать с веретеном, так что оно для бабы Мани стало символом непрерывности времени. Стены были деревянные, колышечку понабьють в стены и красные снують. Это нитки уже. А тогда красные стают и ткут. Ох, красиво ткали. И цветами, и ламонами, и чего только не было, вообще красиво тоже ткали. Про веретену и прялку мы с детства знаем из сказок и былин. А так, по древней легенде, нашу вселенную создала богиня-мать. Она распутала великий хаос и в клубки сплела все планеты. Уже давно на смену ручному рукоделью пришла техника. Веретену и прялка стали музейными экспонатами, а бабушка Маня до сих пор придет. Для нее это настоящий символ жизни. Сидеть скучно. Надо чем-нибудь заниматься. И время проходит быстрее. И что-нибудь получается. Ну, а как сидеть так? Просить день. Проляжи его. Пролиткали полотно и шили это все. И женщинам, и мужчинам. Вот что было. Так я его выберусь кто. Так оно беленькое-беленькое, как перкаль. Бабушка Маня работала дояркой на ферме, а в свободное время занималась рукоделием. Для местных культработников она настоящий кладезь. В ее доме они учатся старинному ремеслу. Ты ногой. А руками... Я его в обратную сторону у меня тогда. А я кто-то мне приладил. Ну, нажимай, нажимай. Оно и пойдет. А руками тут разбирай. Тяжело. С непривычки тяжело. Ну, это мы уже раньше учили с детства. Поэтому, наверное, уже до того возраста, когда девочки дорастали уже до нашего возраста, они уже, наверное, эту прялку знали вдоль и поперек, и прясть умели, и ткать умели, и все умели. За эту прялку садишься, окунаешься в то время. А нам, работникам культуры, как никому, нужно это знать, это понимать, все, и передавать молодым. Своим веретеном она отгоняет старость, говорят родные бабушки Мани. Она частый гость различных фестивалей. Ездили вместе, и там не то, что просто отдыхать, а просто работали там. Вот, Александри. Песни пели, ходили, развлекали людей, все. И глаза, видите, видите, все еще без очков. Мы уже трошки молодейшие, то надо в другой раз очки одеть. А оттуда и подсказывает, и не забывается. Все-таки годы хорошие. В свои 92 она еще вручную копает картошку. Это для нее тоже обязательный семейный обряд. Я не доверяла им. Возьму лопаточку и пошла. Пока приедут с работы, я накопаю груды, они у меня только звезучие. Бабушка Маня то корзинку на быструю руку сплетет для работы в огороде, то пряжу сплетет, то свяжет что-нибудь. К примеру, сейчас мыстрит сетку-крышу для кур, защиту от хищных птиц. Она до сих пор держит небольшое хозяйство. Всегда в движении и с радостью в глазах. 93 будет в мае, 20 мая, 93 годы. Вот, деточки, как вам до этих годов дожить и как бы еще и пережить. Я всем желаю это, и молодежи всем, как только счастливые были все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова